Приветик! Сегодня сошла в сарай, как говорится, за одним, а там такие интересные вещи. Нашла старый альбом с фотографиями своих собак, еще древний. Нашла вырезку из газеты 2012 года. Это Юти Тутс Ривер. Я про них там на конкурс писала, что это за животные. И вот спубликовали в местной газете моих питомцев. Фотоальбом хочу немножко показать. Здесь на фото три красавицы мои. Значит, Стаффик Бахида, полностью окмена Бахида Диффинс, кличка. Алабайка Кайше Карайудус, привет суммам питомнику Карайудус. Овчарочка Анита Волвинд, это собака, с которой я работала в МВД, разыскная и патрульная. С ними на снимке кошка Даша Перс. Я ее как-то просто нашла. Шла с собакой по следу, с овчарочкой, с Анютой. И вижу, шапка валяется белая, походу зайча. Думаю, на обратном пути дам собаке потягать, поддербанить, поиграться. Любила наддербанить такие хреновины. Ну, идем обратно, поднимая шапку. Сука, шапки-то, глаза, я чуть не обосралась, пардон. Это кися в колтуны, сваленная скелета с венцем, с переломанной нижней челюстью. Ну шо, блин, раз руки взяла, неси домой, называется картина. Припрыла на работу, отмачивала, от блох, откисала, она у меня там приводила в порядок. Потом мы долго, месяца два, лечили челюсть. В итоге все у нее срослось. Там технология такая была, без всяких шунтирований, так сказать, на проволочках. Кошку вычухала, она реально шикарная была. Животное, неприхотливое, очень ласковое, беспроблемное. Не боялась собак. Собаки мои тоже на животных таких не реагируют. Но когда я ее подобрала, говорили девчонки, что ее уже как бы было до хранища лет. И у меня она еще 11 прожила. Вот так колобайка Кайше выглядела в стойках. Ну, фотограф, конечно, у меня был там не очень. Поэтому, как наклассали, за то и спасибо. Вот так мы выглядели. Кайше это выставлялась немножко и мерила Эрцац. И, в принципе, как бы очень устраивала меня по характеру и по темпераменту. Очень приятная была девочка. Одни только теплые воспоминания себе оставила. Она прекрасно ладила со всеми моими собаками. И вообще не доставляла никаких хлопот. А это одно из моих любимых фото. Короче, на работе как-то уехать домой не получилось. Жила тогда в другом городе. И уехать было тяжеловато. И вот думаю, скучно как бы. И давай фоткать собак в своей форме. Интересно получилось. А кошка Дашка была тогда на работе. Мышей ловила. Видит она сидят ноги. И давай доклепываться к ногам. Она не в теме, что это собака одета. Я там ржала полчаса. Но потом все-таки она улеглась. И я тоже ее сфоткала рядом с Анютой. Это как раз Анита. Ее все и Анькой звали. И Анечкой, и Анюткой. Знает ее и помнит до сих пор весь город Краснодон. Нас еще и называли Танька и Анька. Эх, такой далекий 2003 год. Я тут еще с сержантскими погонами. Такая прям вся зеленая, молодая. А здесь Бахида Стафик. Она реально была матерью-героиней. Могла воспитывать подряд всех чужих детей. Много выкармливала подобранных щенков и котят. Помогала вскармливать подружайкам, и шицухам, и цвергам деток. Здесь Бахида сидит между моими мителями Терцем, Титана и Зай. Рядом с ними юная Глаша, которая в последнее время пытается отчаянно умреть по старости. И цвергшнауцер Асенька. Бахида умела интересно прыгать в воздухе, переворачиваясь кувырком. Но тут на кадре вообще этого не видно. Но получилось довольно страшновато. Этот цвергшнауцер Асенька. По документам она имела кличку Сильва Вореску Авис Рара. Привет Миловановой Светлане, питомнику Авис Рара. Вот так она выглядела по молодости, моя красавица. Это моя Гвашка, которая уже сейчас старенькая. Здесь ей 2 месяца. Совсем еще ляля-маляля. Как я говорю, Гваша последняя из собак, из моей прошлой жизни. Когда я еще до 10-го года жила на квартире. В 10-м году я квартиру продала и переехала жить в частный сектор, в Афлигель. На этом фото Гвашки уже 7 месяцев. Вот такая красотка выросла. Но сейчас старенькая, поэтому брею всю пенсию на высо. Им уже такая красота не нужна. Беззубые, слюнявые, слепые. И оно им уже не до красоты. Но это мама Гваши, Катя. По документам Бетти Кэтрин Трэп Хэппи. Из ее известных детей, чемпионов в регионе, значит, Гаватея Этэ Войн и Ириска Сладкая Конфетка Этэ Войн, которые побеждали на выставках разного ранга. Ну а на этом снимке Катя приехала на вязку к джедай-счастливчику в берегов Дисней. Катя справа, джедай слева. Короче говоря, это папа Гваши. Вот такой красавчик. Привет в Киев Григорию, владельцу джедая. Не знаю, жив ли джедай уже столько лет прошло. Так что случайно найденный фотоальбом подарил мне кучу воспоминаний, которыми я поделилась с вами. На моем одноименном YouTube-канале почти все эти собаки есть на видео. Так что заходите, смотрите.